Дорога, которую ждут сразу несколько микрорайонов. В среду глава города Владимир Шарыпов и начальник дорожного департамента региона Дмитрий Бавренчук провели выездное совещание, а заодно и проинспектировали ход ремонтных работ на улице Станкостроителей. Это часть так называемого западного обхода. Для города стратегически важный объект. Это полноценный объезд. Если нам в этом году удастся построить этот участок, то следующим вызовом для нас станет решение проблем жителей по улице Нарвске и выход этой дороги уже к Южному аэропорту. Наверное, это будет самым значимым событием в сфере дорожного строительства для города. По крайней мере, я так думаю. Я об этом неоднократно говорил. Сейчас подрядчик находится в графике. Есть небольшие проблемы. Мы видим из-за погодных условий, но пока каких-то причин переживать нет. Работы по западному обходу начались еще в 2017. Большая часть позади. Этот участок протяженностью 1,7 километров от 13-й Березняковской до Кольца Суздальской станет завершающим этапом долгоиграющего проекта. Подрядчик должен успеть полностью завершить все работы осенью. Пока подрядчик у нас укладывается в график. Существенных замечаний на данный момент нет. То, что выявляется в процессе работы техническим надзором, подрядчикам устраняется. Поэтому объект еще в невысокой степени готовности. Но срок у нас до 15 октября. Пока все в графике. 2019 год для областного центра без преувеличения можно назвать рекордным по масштабам дорожных работ. Это и реализация таких больших проектов, как западный обход и восстановление асфальтового покрытия в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас задача мэрии на каждом объекте следить не только за качеством асфальтирования, но и за соблюдением подрядчиками сроков. От этого зависит репутация региона и дальнейший дорожный бюджет. Оказалось, что наши подрядчики не готовы к такому объему работ. Практически везде идет срыв графиков, если мы говорим об ЭКД. У нас на каждом объекте идут замечания по качеству. И мы несколько раз сделали на СМИ эти сюжеты. И что хочется сказать. Погодные условия не являются извинением для подрядчика. Это в любом случае их ответственность. И, конечно, надо использовать каждый теплый день для того, чтобы нормально укладывать асфальт и, соответственно, выполнять свою работу. И, конечно, выполнять ее максимально качественно для того, чтобы у нас не сняли деньги со следующего периода. Потому что это самое страшное, что я могу себе представить. В течение трех лет мы можем действительно поменять ситуацию с дорогами в областном центре. И это та задача, которую перед нами ставит губернатор.